На этом уроке мы, иншаллах, разберем девятый аят суры ан-наба. Мы сделали ваш сон отдыхом, то есть прекращением движения. Разбор этого предложения, иншаллах, будет легким, так как он точно такой же, как и разбор предыдущих предложений. То есть, стоилище, малая разница, что здесь у нас первый мафоль бихи является мудав, то есть первым членом из-за афеттной связки, из-за афеттного сочетания. Итак, начнем. Альвау – это у нас харфатин, союз, союзная частица, мабни аля фатин, с неизменяемым окончанием, с постоянной фатхой на конце. И араб, грамматический разбор джаална мы уже провели, поэтому здесь кратко скажем, что джаална – это фиалин мадин, глагол прощающего времени. С неизменяемым окончанием, с суконом на конце, из-за того, что этот глагол присоединен на конце с огласованным местомением поджаалров. Заметьте, что мы упомянули два условия, или скажем, два ограничения для местомения, которые присоединяются к глаголу на конце. Мы сказали «домир рафуни аль мутахаррик», то есть огласованное местомение поджаалров. Значит, два этих ограничения. Первое – это то, что местомение должно быть местомением поджаалров, а второе – это то, что это местомение должно быть огласованным. И если к глаголу присоединяется неогласованное местомение, будь оно даже местомением поджаалров, то в этом случае на конце глагола не будет суккуна. Например, фатаха, фатаху. Здесь мы видим, что вау и алиф, которые присоединились к концу глагола, являются местомениями поджаалров. Но из-за того, что они не огласованы местомением, они не ставят на конце глагола суккуну. Мы видим фатаха, фатаху. Возьмем обратный пример. Если к глаголу прощачивого времени присоединяется или добавляется местомение, которое является огласованным, но не является местомением поджаалров, то также на конце глагола не будет суккуна. как в случае с местомениями, которые при присоединении глагола бывают только на месте, подъезжая у нас, например, «Арафака». Он тебя узнал, например, «Арафаки» или «Арафаху», «Арафакум» и так далее. Здесь мы видим, что присоединённое местомение является огласованным, однако оно не является местомением, подъезжая «Араф». И поэтому здесь на конце глагола прощать времени не будет суккуна. Вот почему мы упоминали эти два ограничения. Огласованное местомение, подъезжая «Араф». Значит, «Джа'альна», «Джа'алат фи'алин наудин мабдин аля суккуна литтисалихи бидамир рафал мутахаррик. «Джа'альна», «На» в основе этого местомения первого лица множественного числа, но здесь оно называется местомением величия или возвеличивания, когда говорящий, несмотря на то, что он один, использует в разговоре о себе форму множественного числа, тем самым показывая и подчеркивая свое величие. В Коране мы можем увидеть очень много примеров подобного метода речи, как с глаголом «прощающего времени», так и с глаголом «настоящего будущего времени». Например, «Инна аутайна калькаутыр». «Мы дали тебе алькаутыр». «Инна русальна нуха». «Мы послали нуха», «отправили нуха». «Нахану накусу» «Мы расскажем». То есть тебе «нахану наалу» «Мы знаем». Здесь мы везде видим, что использованы местомением множественного числа первого лица, хотя говорящий один, то есть это Аллах. А также форма дуа, мольбы, то же самое. Например, «Рабби ржиуун». То есть когда обращаюсь к Аллаху, тот неверно скажет «Господь мой, верни меня». Он должен был сказать «Верни меня», но он сказал «Верните меня», то есть к прежней жизни. Здесь использована форма множественного числа мужского рода. Он сказал «Ирджиуу, а не Ирджиу». «Альхамду лиллях, Рабби лааламин». Рабби лааламин».